Станьте активным участником призыва на канале Аль-Гуда, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Гуда. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Салам алейкум варахматуллах. Сулейман, Карим. Двое против. Сегодня мы, иншаллах, будем против науки, против технологий, против образования, против научного прогресса, да, Карим? Да. И сегодня у нас в гостях наш многоуважаемый брат Амир Эмиев. Эмиев, он является инженером и магистром оптико-электроники. А также, помимо всего, что нам очень приятно, является хафизом Ур'ана. Алхамдуллах, брат. Салам алейкум варахматуллах. Алхамдуллах, салам алейкум варахматуллах. Как у тебя дела, брат? Алхамдуллах, все хорошо. У вас как? Ничего, алхамдуллах. Я хотел еще добавить, что Амир является автором и изобретателем эндоскопа. Ну, если подправить, не то чтобы изобретателем эндоскопа вообще, потому что эндоскопы, они еще с 1960 года начали распространяться. Просто среди, скажем так, мусульман никто до сих пор не занимался разработкой и проектированием эндоскопов. Так получилось, что я этим занялся, разработал, получил патенты и сейчас занимаюсь внедрением этой технологии. А куда внедряешь? В больнице здесь. Имеется в виду только в турецкий? Нет, вообще мы нацелены не только на Турцию, но и всю ближайшую географию, которая близка нам по духу, где нам легче будет себя показать, объяснить, донести это все. Потому что на самом деле, ну, Турция является такой развитой страной в этом плане, не в плане самого производства эндоскопов, а в плане потребления. Если говорить в цифрах, то это более 100 тысяч эндоскопов в год потребления и более 200 миллионов евро расходов только на сами жесткие эндоскопы. И это не считается какой-то максимальной планкой в этом плане. К примеру, та же Саудовская Аравия, где людей наполовину меньше, потребляет эндоскопов в два раза больше. А почему так? Ну, не занимаются ремонтом. Поломался, сразу берут новый. Но если привести такой другой антипример, да, другие некоторые страны, где также говорят на арабском языке и африканские континенты, то там не то чтобы эндоскопы, там медицина в принципе очень сильно отстает. И все это не вспаханное поле. Это Йемен, Судан. Наверное, африканские, да, какие-то страны? Да, 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 правильно. Ну, это, наверное, на всеобщем. Во-первых, у них экономическая ситуация очень сложная, очень тяжелая. В этом отношении мне Турция, знаешь, чем нравится? Что она, по идее, не имеет таких ресурсов, как, допустим, Саудия, Катар, там, Эмираты, нефти нету столько, газа там нету. И при этом она хочет внедрять в различные технологии. И даже недавно, да, этот президент общался с Илоном Маском и сказал, что сотрудничество будет по полной. Не знаю, честно говоря, ожидание. Они, кстати, очень интересный путь выбрали, и он, я считаю, правильный. То есть не имея, допустим, квалифицированных кадров инженеров, которые изначально занимались бы разработкой с нуля. Они идут по очень практичному пути, они просто покупают лицензию на производство и всю технологию. Допустим, пускай это будет автомобиль Хонда, да, там какая-то модель. Создаются фабрики, нанимаются турецкие рабочие, нанимаются инженеры, которые здесь выросли, которые здесь учились. И они на месте получают огромный опыт, участвуя во всем этом процессе. Это все позволяет в дальнейшем получить все технические возможности и предпосылки для того, чтобы развивать и создавать уже свои автомобили, свои марки под своим брендом или даже под чужим. Но, тем не менее, все-таки это производство. А Китай что сделал? Они так сделали, да, это модель, которую Китай и показал, в принципе. Эти эндоскопы, они одноразовые, да, получается? Нет, есть одноразовые эндоскопы. Они называются на английском языке disposable, но среди самих врачей. И многоразового пользования reusable, то есть эндоскопы, которые можно подвергать дезинфекции, стерилизации и применять опять на пациентах. Ты можешь вообще показать, что это такое, там коробочка стоит вокруг да около хоя? Я не знаю, в какую сторону показывать, чтобы зрители тоже видели. Но, в общем, эндоскоп, он обычно поставляется вот в такой коробке, которая могла бы выдерживать определенный вес. Вот открой, пожалуйста, посмотри. Ты имеешь в виду, упаковка должна быть твердой, да? Да, упаковка должна быть твердой, а сам эндоскоп находится внутри, он очень хрупкий. Ну, эндоскоп, он не подвергается каким-либо встряскам, изгибам. Давайте вот даже подождем, чего он состоит. То есть, по сути, эндоскоп – это такая трубочка, которая непосредственно входит в пациента. Она может входить напрямую, когда это просто диагностика. Например, вы пошли в ухо, горло, нос. К лору, да? Да, и нужно, чтобы врач посмотрел, например, в ушко, да? И непосредственно сам эндоскоп вводится. Конечно, там будет уже другая модель, более коротенькая, если нужно, более тоненькая. Ну, и когда используются уже операции серьёзные, тогда используются другие дополнительные элементы. Ну, рабочие элементы, всякие инструменты доступа и так далее. В смысле, я могу его наворотить, ещё там добавить инструмент? Не то, что наворотить, да. То есть, он вставляется в другой инструмент, который может вставляться ещё в другой инструмент, а который уже входит в тело пациента посредством порта так называемого. То есть, порт – это естественное отверстие организма. Нос, уши, рот там… Ретро и так далее. Или искусственно созданное методом прокола маленького. Надрезик, да? Да, надрез, прокол, как удобно можете называть. Оттуда эндоскоп входит. Вообще, суть работы, принципа работы эндоскопа состоит в том, что вот с этого волоконно-оптического разъёма сюда подсоединяется волоконно-оптический кабель световой, который подаёт свет. Вот эта часть, она состоит из двух трубок. В зазоре между двумя трубками проходит волокно оптическое, которое из дистального конца выдаёт свет. Изображение, которое формируется, улавливается объективом, который находится вот здесь, в дистальной части. Вот отсюда, вот до суда, имеет место оборачивающая оптическая система, которая состоит из стержневых линз. Здесь окуляр. То есть, отсюда можно посмотреть глазом, ну или нацепить сюда камерную головку с ПЗС-матрицей, и она уже это изображение передаст на экран. То есть, хирург работает непосредственно смотря на экран. И через такие же микродоступы внедряются инструменты в тело пациента и проводится операция. Но, тем не менее, есть эндоскопы, которые имеют в себе встроенный инструментальный канал. То есть, у нас такие модели тоже есть. Вот, например, можешь посмотреть вот в этот окуляр. Да, и ты увидишь изображение. Ну, в данном случае ты видишь изображение под углом, этот эндоскоп 30-градусный. А для чего градус дают? Ну, в зависимости от того, какой тип хирургической операции проводится, не всегда удобно, чтобы поле зрения эндоскопа находилось прямо перед ним. То есть, иногда нужно, чтобы оно было скошено вбок. Иногда нужно, чтобы эндоскоп смотрел вообще, в принципе, назад. То есть, даже такие модели бывают. А, ну, ты зашел и с той стороны смотришь. Да, и смотришь как бы назад. То есть, такие эндоскопы тоже бывают. В смысле, как назад? Но представь, что призма у эндоскопа оборачивает изображение таким образом, что ты смотришь назад. Есть такое, да? Да. Но как перископ, например. Да-да, как перископ. Вообще интересная тема. У меня одна родственница здесь дома, девочка. Она играючи втолкнула себе в ухо какую-то бусинку, я не помню. Ну, в общем, ее родители, конечно же, тоже переживать начали. И мне звонят и говорят, мол, так и так. У нее бусинка в ухе. Я говорю, вы уверены? Они говорят, да. Я говорю, давайте поехали ко мне в офис. Взяли девочку, приехали. А у меня стоит весь этот набор эндоскопический. Ну, я просто взял эндоскоп, взял инструмент, микроинструмент. В ухо эндоскоп вставляю, смотрю, а ну да, бусинка. Инструмент ввел и вытащил туда бусинку. Я в их глазах сразу превратился в хирург. Вырос, да, там? Сразу несколько левелов. Только хотел сказать, а мир 80-й. Ты где учился? Ну, я учился в Стамбуле, скажем так, факультет Илягьяд, называется на турецком. Это что-то смешанное с востаковедением и религиоведением. Ильягья, да? А имею в виду именно инженерное направление? Так, я с детства всем этим интересовался, развивался постепенно, а потом уже в дальнейшем, когда я уже разработал свой эндоскоп и получил на него патенты, и к нам приходили врачи, профессора и так далее, и говорили, кто это разработал? Я говорю, я. Ну, или мои партнеры говорят, вот он. Они говорят, а где ты учился? Я говорю, ну, там, вот, факультет восстаговедения. Ага, ты заучился, да? Что-то мямлю, да. И они, да не может быть такого. Ну, в общем, в какой-то момент я психанул и поехал в Украину, в Киев и отучился там. Чтобы диплом получить. Да, в университете имени Игоря Сикорского я там отучился, но я вообще пошел туда не просто, чтобы диплом получить. Изначально, если честно, я поехал туда в поисках поставщиков линз для себя. Ну, там как бы были, по крайней мере, ранее заводы, которые делали оптику, и по предварительным некоторым разговорам мне сказали, что они смогут изготовить линзы по моим чертежам. Но когда я приехал, выяснилось, что такого нет. А где нашел, здесь Турцию нашел? Нет, как бы линзы для меня и так как бы делаются за рубежом. То есть в Европе я и так заказываю для себя линзы по своим чертежам. Просто я думал, там это будет дешевле. А потом один очень близкий друг, его Исмей зовут, Салам Алейкум Исмей, если ты смотришь нас, он говорит, так давай пойдем в университет, тут КПИ, там наверняка есть кафедра оптико-электроники, они как бы лучше знают, можно это здесь делать или нет. Но мы и пошли туда. Приходим в кафедру оптико-электроники и говорим, мол, я так и так хочу вот таких вот производителей найти. А здесь таких нету. То есть есть тут другое, но вот этого вот нету. Я говорю, а зачем тебе? Я говорю, вот эндоскопы делаю. Они говорят, а где ты учился? Я опять говорю, ну что-то мямелит начал про востоковедение и все такое. Он говорит, да не может быть. Не сочетается абсолютно. Да, ну вообще никак, да. Он говорит, не может быть такого. Я говорю, ну вот же, вот эндоскоп, я вытаскиваю, эндоскоп показываю, вот я это сделал, вот патенты, вот все там. Он такой, ну классно, говорит, давай, у нас учитель, говорит, я говорю, как у вас, говорит, то есть на магистра что ли сразу? Они говорят, ну, если экзамены сдашь, то на магистра. Я говорю, хорошо, а когда экзамен? Они говорят, через две недели. Но я такой загорелся, побежал, нанял себе репетитора и начал заниматься. Сдал экзамены вступительные, ну и учился два года почти. А почему они предложили? Получается, им какие-то привилегии есть, да? Ну, для них тоже престижно, что у них производитель эндоскопов учился. А для меня тоже большой плюс, потому что у меня, на самом деле, конечно же, было образование, которое я нажил себе чисто опытом, но оно было больше теоретически. А вот именно теоретического, академического опыта в этом плане у меня на самом деле не хватило. Практическое было наоборот, а теоретическое было? Да, да, да. У меня вот практика была, а теория, она у меня отсутствовала. И таким образом я смог получить, и, по крайней мере, на тот момент, когда я учился, на мой взгляд, там преподавали, и до сих пор многие из них продолжают преподавать, очень ценные преподаватели с большим набором, багажом знаний, которые успели получить эти знания как во времена Советского Союза, так и при современной Украине. Академическое образование всегда уровнем считается. Они очень сильно, скажем так, как подняли уровень моих знаний. И я еще больше увидел те минусы, скажем, те аспекты, которые мне стоит еще доучить, почитать, подтянуть. Но, как говорится, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь. Здесь еще момент, знаешь, какой есть? Когда мы говорим об каких-то открытиях, о каких-то технологиях, у нас на уме приходят немцы, может быть, евреи, может быть, американцы, но никак не мусульмане, хотя бы этнические, граждане исламских стран, мусульманских стран. Вообще в голову не приходит эта вещь, да? Да, да. Я же говорю, я когда в больнице с сыном смотрели через этот аппарат, ну, мыслей не было. Потом мне говорят, что это аппарат одного из наших братьев. Я говорю, кто, что, как, и потом мне говорят, вот так, вот так. Именно тот аппарат был, да? Ну, я смотрю, он очень сильно на него похож. Они, по-моему, все одинаковые, нет? Похожи друг на друга. Скажем так, формы они похожи, а вот визуально он наш отличается от всех. Отличается? Есть отличие, да? Ну, визуально он отличается. Он у нас такой, скажем так, более яркий, более презентабельный. Но смотрите, у меня все-таки вот этот практический опыт, он очень большой в плане того, что с 2008 года по 2016 год я занимался ремонтом эндоскопического оборудования. И через наши руки прошли абсолютно все марки, которые только есть в мире. И, наверное, большая часть всех моделей на сегодняшний день у меня имеются чертежи всех этих образцов, которые проходили через нас. И у меня, ну, самая большая ценность, знаешь, в чем? В том, что это позволило мне провести технический сравнительный анализ. И выявить плюсы всех этих эндоскопов и минусы. И когда я разрабатывал уже свой эндоскоп, это уже... Ты это все учел? Да, я это все учитывал и пытался воссоединить все эти плюсы в нашем эндоскопе настолько, насколько это возможно. Я даже грант от государства здесь получил. Здесь Турции? Да, и с 2016 по 2017 год этот проект я успешно завершил. И запустили мы тогда пилотное производство в количестве 100 эндоскопов. И проводили операции с этими эндоскопами в ведущих клиниках Турции. Пошел. Знаешь, на что хотелось обратить внимание? И зрителей в том числе, и то, о чем мы думаем в последнее время очень много, да? О том, что вот в нашем представлении Запада, в представлении Европы, мусульмане отсталые. Ну, мы понимаем, что есть тому как бы объективные какие-то основания так считать. Но мы сами стали верить, что мы отсталые. Ну, такой момент тебе интересный. Интеллект связан с рождением на какой-то территории? Абсолютно нет. Нет. Я тебе сразу скажу, почему? Потому что Стив Джобс, кто по национальности? Если не ошибаюсь, он чуть ли не араб или... Сириец. Или сириец. Он сириец. Он сириец, урожденный. От него отец отказался, там с матерью у них там чуть не получилось. Его усыновила армянка. И все. Она ему дала воспитание, она ему дала образование. И человек сегодня делает... Ну, он сегодня уже не делает, но он заложил основу сильнейшей кампании. Ютуб. Три человека основали Ютуб. Один из них, как его звали? Карим Джавад, что ли? Бангладешец. Да. Из Бангладеша человек. Они втроем создали... Вот сейчас самое первое видео на Ютубе, которое было вообще загружено в Ютуб. Это его лицо. Они создали... Они просто вот как бы игрались, создали этот самый... И, кстати, он входил в так называемую эту... Мафия Пейпл, да? Нет. Пейпл, да? Да-да-да, Мафия Пейпл. То есть это... Подожди, какой Пейпл? Тот, который Илона Маска? Да-да-да-да. И это не Илон Маск создавал. Не, насколько я знаю, это его продукт, по крайней мере. Может, он его не создавал? Как и в Фейсбук, типа Цукерберг создавал, типа. Хотя в его разработке участвовала группа людей. Это о чем говорит? О том, что территориально или там какая-то нация не может быть умственно слабее другой. Ни расой, ни религией, ни чем-то другим. Это никак не обуславливается. Это обуславливается мотивацией и желанием. Хочешь ли ты, но готов ли ты воспитывать своих детей в этом духе? Чтобы они были создателями, чтобы они были изобретателями, чтобы они были открывателями? По идее, вот тебя что мотивировало сделать? Эндоскоп? Да. Такой случай, в общем, произошел. Я с 2005 или 2006 по 2008 год работал в одной компании. Ну, я устроился туда работать. Изначально вообще чуть ли не как раз на рабочем. Через некоторое время возникла такая мысль, мол, «Давайте ремонтировать эндоскопы». Ну, они покупали и продавали их. Ну, мол, давайте, кто это будет делать? Ну, вот пускай Амер делает, у него же есть как бы таланты. Ну, хорошо. Начала заниматься ремонтом. А ремонт что значит? Ну, вот эти эндоскопы, они ломаются, они очень хрупкие. Линзы именно? Да, внутри линзы они ломаются. Этот тубус, он может быть изогнут, и он сломается. Просто нужно заменить линзы. Ну, свои, наверное, какие-то моменты есть, да? Скажем так, да, пускай это будет образно просто заменить линзы там или объектив и так далее. Я, скажем так, учился этим заниматься. Через некоторое время у меня такая мысль возникла, и я к начальнику говорю, подошел к нему и говорю, мол, давай вообще займемся изучением этой технологии более углубленно, разработкой, начнем производить свои эндоскопы. Он говорит, да ты хоть, типа, понимаешь, что ты, говорит, несешь? На Западе, и, кстати, он такой очень, ну, религиозно убежденный такой он был человек, ну, как бы он сейчас тоже живой. На Западе, говорит, над этими технологиями в таких компаниях бьются десятки инженеров, и они десятки лет этим занимаются. А мы, не имея базу, не имея ученых, не имея инженеров, специалистов, да, компания Пустышка, которая занимается только ремонтом, типа, будем производить. Какая-то мастерская, да, будет производить. Да, какая-то мастерская, блин, да куда ты лезешь, он мне говорит. Он меня как это задело. Я чуть ли не психанул про себя. И, в общем, пошел я, и там у нас было... Это его смотивировало. Ну, у нас было огромное количество эндоскопов поломанных, но которые мы не смогли починить, и из-за этого продали новый. Так, а старые они у нас? Я их вообще на атомы разобрал. Сидел, думал, ну, блин, почему мы не можем такое сделать? Потом, ну, есть такой, скажем так, инструмент, если можно так выразиться. Ну, расходный материал. Это световой волоконно-оптический кабель, который подсоединяется вот сюда. Такие испорченные были. А для производства эндоскопа нужна волокно оптическое. Я из этих испорченных кабелей изъял волокно, то есть здоровую эту часть. Из длинных поломанных эндоскопов изъял трубки и попытался собрать, просто с нуля собрать, маленький эндоскоп. Ну, просто чтобы это было примером сборки хотя бы. Ну, я повозился, и через некоторое время у меня получилось. Но я подумал, ну, хорошо, то есть это уже такой шаг, то есть корпус сделать получается. Но осталось теперь набраться опыта и знаний, чтобы рассчитать, разработать оптическую систему для него. Изначально я что делал? Я брал другие линзы, ставил туда и пытался получить изображение. Но именно в той конфигурации, в которой я разработал свой корпус. Ну, потому что есть некоторые параметрические ограничения, в которые должны теперь вписаться все линзы. Это у меня стало получаться. К тому времени та компания, она разрушилась, скажем так. Та компания, где ты работала? Да, она распалась. Но я открыл свою компанию в 2008 году. Ну, вот с тех пор я этим занимаюсь. Со временем, когда я уже понял, что я набрался достаточно опыта для того, чтобы начать разрабатывать свои линзы, я этим занялся и подал заявление на грант, меня государство поддержало, выделило мне определенные финансы. Ну, как выделило финансы? То есть финансы нужно потратить изначально самому, а тебе возвращают 60% назад, скажем так. Так это и получилось, образно. Я говорю, в этом отношении, опять-таки, возвращаясь, меня сейчас туркофилом назовут, но мне нравится, что они в последние годы очень такой сильный рывок делают в этом отношении. Это программа Эрбакана, бывший премьер. Это, по-моему, первый после военного переворота, кого военные подпустили, гражданского, к управлению страной. Они его как бы подпустили, и его программа была там. Он стал машиностроительные заводы строить, то и все. И он тогда сказал, у нас достаточно своего людского ресурса, чтобы создавать технологии. Чтобы мы не покупали их у кого-то, чтобы мы не были покупателями, потребителями, да, а чтобы мы были производителями. У нас есть, говорит, такие ресурсы. Наш народ не глупый. И вот он тогда основы заложил. И сегодня мы видим результат. Это вот братья Байрактары. Здесь отучился один, уехал в Америку, второй здесь тоже отучился, третий подтянулся, то и все. Они тоже через какую-то бюрократию проходили здесь. Они сперва полицейским продали технологии свои, ну не технологии, а уже опытные образцы для наблюдения, как вот дроны, да. В дальнейшем им помог Всевышний, вот как, помнишь, Мамед говорил, случай, то ты будешь делать дело-делать, у тебя не будет ничего получаться, пока Всевышний не захочет. У них получилось так. Столько мы не бесят, да? Да. Ничего не получится. Знаешь, как у них получилось, на одной из конференций, по-моему, на одном, где вот собирались все вот эти промышленники, там такая серьезная конференция была, на которой присутствовала дочь президента Сумие, да, Эрдоган. Сумая, да. Да, Сумая Эрдоган. Она считается тоже вот сторонник технологий, сторонник там вот каких-то именно, чтобы Турция развивала свои какие-то технологии. И там они как бы пообщались, он представил свои проекты, говорят, там, короче, у них помимо делового сотрудничества еще и они как бы друг к другу приглядели, все, и она порекомендовала отцу, президенту, отец обратил на это внимание, познакомились с министром обороны, и в итоге Турция вложила 100 миллионов долларов, что ли, в их проект. И сегодня имеет огромные деньги. Это инвестиции в конкретное будущее. Помимо этого, того, что сегодня Турция имеет деньги с продажи своих каких-то там вооружений, вот этот Ближневосточный технический университет, он говорит, заявками переполняется. Именно на инженерный, именно на какие-то IT-факультеты. Скажи, вот наш друг, он создает приложение для различных компаний. Он здесь, в Турции, не смог найти команду айтишников, чтобы они ему написали программное обеспечение. Он уехал в Украину. Известно, Украина или Россия — это лучшие айтишники, да? Он там сделал. Все, что ему нужно было, он год там потратил и сделал. И здесь только одного нашел парня. Но после вот того, что показали, ну как показала себя семья Байрактаров, что в любом случае для любого, для любой машины нужно программное обеспечение, да? Точно так же, то есть, а где будет это программное обеспечение делаться? Либо ты будешь на Западе брать, в Европе брать у кого-то, либо свое дело. А что, не хватает, что ли, вас хватает? Давайте будем делать, детей у нас нет, что ли. Что движет мусульманами, по идее? Почему мы делаем, совершаем намаз? Почему мы что-то делаем? Мотивация у нас есть. Обычно, когда человек учится на хипс или шариатские знания получает, я, например, вижу этого человека, да, где-то в мечети, или же в университете, или же, ну, сегодня это онлайн-школа какую-то для себя открыл, или же онлайн преподаешь, там, тот же самый Коран и так далее, сидишь, деньги зарабатываешь. То есть, мало можно представить человека, который хафизом стал и в дальнейшем приобретает какие-то знания, да, что он может, то есть, представить тяжело, что он может после этого быть изобретателем. Или же не то, что изобретателем, а вообще, который в дальнейшем видит себя в других науках. Ну, видишь, мне кажется, просто у современного мусульманского общества не очень полноценное и правильное понимание того, какими знаниями или носителем каких знаний, каких опытов, каких практик должен быть религиозный мусульманин. Ну, типа, если он выучил Коран, ну, то это априори какой-то имам. То есть, восприятие такое. Если посмотреть, скажем, на период золотой веки ислама, да, когда мусульмане привнесли огромнейший вклад в развитие практически всех наук, которые сегодня у нас есть, то все эти ученые, будь то химики, будь то физики, будь то математики, они лучше нас всех вместе взятых разбирались в религии, но при этом являлись сильнейшими толкателями науки, которые являются чем-то в нашем понимании, являются чем-то раздельным от религиозного человека, как бы так мы это все воспринимаем. А тогда, если подумать или просто поднять историю, даже с немусульманской Европы люди ехали на исламские территории, в тот же Багдад, в тот же Байтуфикму. Потому что там были развиты технологии, там были университеты. Они изучали это. Они не имели права накинуть на себя накидку, которая говорил бы, что он ученый, да, там в Европе где-то, что он врач и так далее, если он не знает арабского, персидского языка. Если с их трудами не сталкивался. Если он с этим всем не сталкивался. Что интересно, они знаешь, как считали, любой ученый, вот как опять мы говорим, арабо-мусульманской культуры, науки, обязательно должны были быть хафизами. Они изначально уходили в Мадреса, потому что это была школа. Которая задает дисциплину. Да. Они взяли Кур'ан, после этого у них начиналась математика, и физика, и химия, как считалось побочной науки для понимания Корана. Вот и оттуда у них появлялась, как бы школа не была религиозной, вот как сегодня секулярийские школы делают, там это отдельно, это отдельно. И мы реально так, как бы уже сами стали воспринимать. А это Мадреса, все там исламские знания, а это обычное, среднеобразовательное. Да, смотри, Сулейман, сегодня тоже, когда ты смотришь, ученые, что говорят о знаниях шариатских или же мирских, они такие говорят. Шариатские и мирские знания, они разделяют. То есть я сам думал, то есть такой разделения, скорее всего, нет, но в реале есть. То есть они все говорят, у Фетвы, когда смотришь, то уже именно у Самина, да? Они все говорят, когда их спрашивают, разница какая между шариатскими знаниями или же мирскими, такое разделение делают. И они объясняют уже. Ну, мне кажется, знаешь, почему мир сегодня стал так говорить? Да, потому что мы сами так понимаем. А вот древние ученые, они так считали? Первый ученый, там, золотой век, ислама, не десятый век, да, там, наука исламская? Я не знаю, я не слышал нигде. Не, ну, если просто логически подумать, допустим, если человек совершает какое-то прегрешение в мире религии, допустим, не совершает намаз или делает дзина, но это ему минус, за который ему придется отвечать еще и на том свете в том числе, да? Да. А если же человек сидит и изучает науку и совершает какую-то ошибку, ну, ему, скажем так, какой-то там, какой-то греховности не приписывается к этому, наверное, в этом плане они, конечно же, разделяются, но... Несмотря на то же, какой науки. Если у медицины, то да. Кому-то там случайно руку отрезало. Хотя можно... Или ножницы забыл в животе. Завискач. Ну, а если просто рассматривать все эти науки как светские, если можно так сегодня выразиться так и религиозные в одном пакете, то они все друг друга дополняют. То есть, допустим, если это врач, но который при этом верующий мусульманин, он будет старательно выполнять свою врачебную деятельность, понимая, что ему придется ответить за это на том свете как перед Аллахом, так и перед этим пациентом. Во времена амиядов в Сирии амиядская мечеть была, которая сейчас разрушена уже. Математик, астрономик... Почему разрушена? Она же в этом... Сохранилась, да? А, которая в Дамаске... Да, она в Дамаске стоит. А, ну, в Дамаске. У них часы были на этой мечети, часы были, календарь, который там определял время молитв в соответствии с сезонами. То есть у нас время меняется же, зимой там намазы ближе друг к другу становятся, летом длиннее становятся. Вот он создал тот календарь, по которому по тени можно было определить во время сезона, когда будет намаз. Этот человек... Мы сегодня назвали бы его светским. Я его имя забыл, я поковыряюсь. Он был на то время один из сильнейших математиков был и астрономов. Это большая... Знаешь, как вот мы все кичимся... Не кичимся, а мы все гордимся нашим прошлым. И почему-то такие пассивные, такие пессимисты в отношении нашего настоящего и будущего. Когда вот разговор бывает часто в комментариях с немусульманами, и они начинают, ну хорошо там, вы отсталые, вы мусульмане, вы что, миру дали там, ну сейчас достижениями наших прошлых там мусульман гордиться сегодня уже не получается. То же самое могут греки сказать, там у нас великая была цивилизация, там еще дальше могут сказать. Но они в одном правы в том, что мы сегодня сильно отстаем в науке от Европы, от Запада. Но с одним у меня разговор пошел, там типа, а сколько, говорит, нобелевских лауреатов мусульман есть там с таким этим еще задал? Я говорю, ну во-первых, нобелевская премия ей лет сто. К этому времени все великие открытия человечества были уже сделаны. Сегодня мы просто вот на один там, на циферблате, на одну секундочку мы поднимаем те технологии, которые есть. Допустим, первые механизмы, когда были созданы, там первый двигатель внутреннего сгорания. Это все как бы уже в прошлом, до Нобелевской премии. И теперь даже вот с этим понятное дело, что львиная доля открытий будет приходиться на вас, на европейцев, на западников. Но при этом двенадцать мусульман являются нобелевскими лауреатами. Это как бы двенадцать мусульман, которые я нашел. Я не знаю, насколько они религиозны, насколько они практикующие мусульмане, но они так и пишутся в списке. Да, у них мусульманские. Ну, я думаю, тут можно добавить то, что все-таки когда была учреждена лауреатовская премия, нобелевская лауреатовская, к тому времени все-таки мы уже успели отстать как цивилизация. То есть исламская цивилизация к тому времени отстала. Вот если возвращаться к твоему такому вопросу, когда ты сказал, влияет ли на умственные способности ребенка то, мол, где он родился, ты так примерно выразился. Нет, это не влияет, но влияет на то, среди кого он рос. Окружение. Да, окружение очень сильно влияет. То есть если, например, я в детстве понимал, что мое окружение каким-то образом не стимулирует меня, но не помогает мне расти каким-то образом, то я искал себе окружение из более взрослых людей. Ну, то есть там шел, в пилараме зависал, у плотников зависал, в кочегарке зависал, смотрел, как моими детскими глазами, как взрослые дядьки там что-то там куют, что-то делают, и меня это завораживало, я постоянно к ним со своими вопросами прилипал просто. Да немалых, да? Да, мальчик, отойди ты. Да немалых. Но потом получилось так, что вот эти взрослые люди стали интересовать всем, а что же он делает? То есть они приходили, наблюдали и не понимали, что я делаю. А что ты делал? Ну, я электроникой занимался. Я вот теперь хочу сказать противоположность твоему примеру. Едем в Махачкале втроем. И на заднем сидении парень сидит, и у меня с ним спор идет по поводу садиков и школ. Вот эти школы, там эти садики, это козницы, куфра, туда-сюда. Я говорю, ну мы с тобой, говорю, в этих садиках и школах учились. И мы с тобой намаз не делали, потому что нам родители не говорили. Я не помню, что бы мне в школе или в садике говорили, намаз не делайте, Всевышнего нету. Наверное, есть какие-то такие садики, школы. Но мы с ним долго спорили. И он так вот чуть-чуть агрессивно со мной спорил. В итоге он меня спрашивает, там работы нет у вас никакой? Я говорю, а что ты умеешь делать? Ответ, могу копать, могу не копать. Вот с таким взглядом на жизнь, что не нужно учиться, не нужно там то и все. Дальше что? Ты становишься, не пытаясь унизить сейчас эти специальности, не пытаясь унизить эти профессии, ты станешь официантом, ты станешь доставщиком, ты станешь разнорабочим, ты вот кем-то станешь. Я не пытаюсь близко унизить или оскорбить, но я всегда говорил, и своим детям это говорю, я говорю, то, что один человек придумывает, тысячу создают. Когда мы, мусульмане, стали вот такими, умой, может это грубо будет сказано, умой попрощаек. Это знаешь почему, Сулейман? Это потому, что мы не следуем приказа Всевышнего Аллаха, который был неспослан первый аят, Ихра. Читай. Когда мы оставили чтение, когда мы оставили науки, тогда мы стали неграмотными, тогда мы стали попрощайками. Реально. А если мы вернемся к этому, вернемся к чтению, вернемся к изучению наук, шариата даже, давай шариат хотя бы изучать, как положено. Изучать Коран хотя бы как положено. То тебе придется изучать математику, тебе придется изучать астрономию, тебе придется изучать физику. Если этим заниматься как положено. Конечно, конечно. Чем хороша была советская система образования? Минусов много. Можно спорить, да, там есть узконаправленные сразу школы, да, а есть общеобразовательные, где тебе дают направление в общем, и ты смотришь, где ты сильнее, ты раскрываешься. и в итоге ты можешь понять, из тебя математик выходит, или из тебя физкультурник выходит, или у тебя есть склонность к ремеслам, труды, предмет. А есть, да, математическим уклоном изначально школа с филологическим уклоном. Но я вижу плюс в советской системе образования именно в этом. В том, что они пробовали с детьми разные направления. Ты хочешь сказать, что мы не пробуем даже сегодня? Мы вообще не пробуем. Да, реально, вот я вижу даже. Мы не то, что не пробуем, мы даже не интересуемся своими детьми, если так взять. Да. Но мы интересуемся в плане, а тепло ли, холод ли ему нормально? Здорово. Да. Ну все, мы думаем, что вот на этом все закончилось. Максимум, что мы можем сделать, это отдать там на чтение Корана, чтобы Коран научили, да, детей там, или хадисам. В медресе отдаем, например, своих детей, все. Ну, вот я часто критикую нашу систему образовательную, вот именно мусульманскую имею в виду, современную. Мне интересно, почему, когда состоятельные ребята спонсируют, организаторы организовывают медресе, почему туда не вводятся смежные науки, которые всегда были и участвовали в образовательном процессе всех мусульман, всех поколений, раньше. Например. Математика. Физика, химия, астрономия, география. География. Они всегда были. То есть без этого вообще, то есть выпускник шариатских наук не мог просто выпуститься. Они всегда были. Но он не может стать хадаем, он не может стать судьей, если он не знает математику хорошим образом. Если он не разбирается. Такое было раньше, ты имеешь? Конечно. Ну, например, вопросы там, я не знаю, ну, пускай это будет самое такое элементарное просто наследство. Тут нужно взять и серьезно рассчитать математически. Когда мы как-то углубились в эти вопросы фига в изучении, я попутал, там какая математика была. Мы-то сегодня калькулятор берем в руки, раньше же не было. Им надо было все в уме это делать. Да, но калькулятором, но все-таки Более-менее, я имею в виду, раньше, насколько было сложно это. Там еще больше нуждались в этой математике, да? Да, чем сегодня. Они и больше нуждались, и они нуждались в открытиях для вычисления времен молитв. Им приходилось прибегать к тригонометрии, к математике, к физике, к астрономии. Они изучали это все и очень серьезно. И многие вещи, они открывали, и, как ты говоришь, их на это мотивировал, на самом деле, Коран. Ну, в плане чего? В плане того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые упоминаются в этой книге, им приходилось соответствовать некоторым условиям. Для понимания этих условий им нужны были некоторые инструменты научные, которых до этого просто у нас не было. Им приходилось их разрабатывать. Вот сам Всевышний Аллах говорит у многих, аятах про Луну, про Солнце, про Землю, как раз про Землю и так далее. Столько аятов есть. И когда люди читают, они же должны задуматься. То есть это же тоже астрономия, да? Когда ты про звезды, сколько есть аяты там. Наджим, по-моему, Сура даже есть. Это астрономия, с одной стороны. И это все изучать надо. И даже у сподвижников очень много мыслей возникали. То есть они тоже об этом думали, задумывались об этом, даже Всевышний Аллах говорит, посмотрите вокруг и задумайтесь, да, в общем смысл. Поэтому... Ага. Ага, говори. Открытие одного ученого. Ибн Хайсан, по-моему, зовут его. Да. Ты должен знать. Очень интересная ситуация. Его в тюрьму посадили. Человек в тюрьме совершил, наверное, величайшую инструкцию. Одно из великих открытий человечества в тюрьме. Он тогда предположил, он говорит, он не видел Нил, реку. И он говорит, я знаю, как сделать так, чтобы ее можно было перекрыть, плотину построить на Ниле. Извиняюсь, его как раз таки из-за этого и посадили. Из-за этого и посадили. Теперь... Потому что он не смог это сделать. Халиф его позвал. Да? Я тоже не смог сделать, да? Фатимитский же, да, Халиф такой был? Такой вообще тиран был. Да, какой-то злодей, короче, сделал так. Он когда увидел размер Нила, он говорит, нет, нет, здесь не могу. То есть технологий на то время не было. Не было. Хотя, кстати... То есть в теории это можно было сделать? В теории сделали в этом месте. Технологии не позволяли. Это в то время. Он тогда... Это 10-й век, 11-й век. Девятый век. Девятый век, да. Чертеж он составил. Разрисовал все, что там есть какой-то, но в этом месте сделали. Платину вот в 70-х, 80-х годах. Приход какой? Короче, когда он приехал, он понял, что не получается, и Халиф его хотел... Казнить. Казнить. А он там начал прикидываться, типа он... Его в тюрьму посадили. Теперь он замечал, дырочка в стене была, он замечал, что когда солнце проходит мимо минарета, тень отражается через это, через эту дырочку, на стене обратной стороной, на полу обратной стороной. Зеркальное отражение. Он стал задумываться, в итоге он сделал камеру обскура. А давай я немножко раскрою. Давай, давай. Вот, может быть, в этом моменте я буду ошибаться, но изначально рассказы о перевернутом изображении через маленькое отверстие дошли до него, когда он изучал записи древних китайцев, которые жили чуть ли не две или три тысячи лет тому назад. Просто кто-то такое заметил и запись сделал, все. До него это дошло. Со временем он развил эту идею и создал, скажем так, первый прототип камеры. Но, конечно, она была более продвинутой, чем просто шатер с отверстием. Там было отверстие для объектива, и он благодаря этому прибору фиксировал панорамные изображения, положение звезд. Если не ошибаешь, даже рассчитал радиус солнца, используя, в общем, эту камеру обскуру. Он назвал свое вот это вот изобретение, если можно так выразиться, «Ходжратуль мудлима» — темная комната, ну, потому что в ней темно. И он со временем решил это название немного утрировать, но при этом не потерять весь смысл, который она в себя включает. Темная комната, да? А когда темно бывает? Ночью. А какой признак ночи? Месяц. Как месяц на арабском? Камар. Оттуда камера. И он назвает камара свой прибор. А, ты тоже. Слово камера берет свое начало с арабского камара, который он вел. Ну, вообще, если как бы говорить о нем, ну, и, кстати, в общем, пользуясь этим случаем, я, когда узнал об этом, я подал заявку и получил на это патент. То есть это бренд, мы имеем на него патент. Но, конечно же, его достижения этим не ограничиваются. Он, на самом деле, очень известный физик, оптик и математик. Он написал первый в истории человечества именно академический, академический, фундаментальный труд со всеми требуемыми математическими доказательствами, который называется Китабль Манадыр в семи томах. Это обширная книга. Первый труд в Европе, который был написан, и вообще через него я узнал об этой книге Китабль Манадыр. Он называется «Сокровище оптики». И он просто появился на ровном месте, этот труд. Конечно, у них были и до нашей эры были люди, которые интересовались оптикой, тот же Архимед, например. Но все-таки это по большей части всех этих исследований, они были или обрывочные, или на уровне догадок и предположений. А у него же каждое его утверждение подтверждается математическими формулами. Он же все это систематизировал. И вот этот первый труд в Европе «Сокровище оптики» это всего лишь перевод книги Китабль Манадыр. Второй труд европейский по оптике, который называется «Перспектива», является шархом, толкованием к книге Китабль Манадыр. И также имел большую популярность именно в Европе. На самом деле, если затронуть какие-то другие важные моменты, которые затрагивают в его книге, он оговаривает о конечности скорости света. Полностью объясняет формирование изображения в глазе человека на сетчатке, которое полностью противоречит пониманию мусульман, ученых, мусульманских ученых, о том, как формируется изображение. Тогда представление было следующим образом. Свет идет от глаза. Глаза излучают какие-то там лучи, которые ощупывают предметы и, мол, вот это вот ощупывание каким-то образом создает изображение. Он же сказал, нет, есть источник света, который отражается от предмета, попадает в глаз, преломляется там на хрусталике, проходя сквозь студенистое тело, формирует изображение на сетчатке. И он первый дал название составляющим органом глаза. Он, получается, врач-инженер. Он не врач, но он инженер. То есть он инженер, он теоретик, он физик, он математик. Может быть, у него и были врачебные навыки. Здесь написано, что он был врачом. Да, наверное, как и у многих других людей того времени, ученых, у него, скорее всего, были врачебные навыки, но просто его основная такая специальность, в которой он стал известен в мире и стал популярен, это именно математик, физик, оптик. Вот как сегодня, например, смотришь тот же Закир Найк, он тоже врач. Врач, да? Да, смотришь Иад Кунайби, ученый вроде бы, да, исламский, тоже врач. Есть Рагиб Сильджан, историк, египетский историк. То есть я его знаю как историка. Знаю книги, очень много книг по истории, но он врач. Шиих Саляби тоже самое, да? Да, здесь тоже самое, скорее всего. Да, наверное. Инженер, но у него есть специальности врача тоже. Еще такой интересный момент. Мы, по сути, до сих пор пользуемся его трудами. В частности, Мы это кто? Инженеры? Ну, не только инженеры, в медицинской области, а именно вот врачи, окулисты. То есть если мы, например, ходим к врачам или читаем книги, которые имеют отношение к глазам или какую-то литературу, мы, наверное, слышим такие термины, как Корнеа, как Ретина, как Фавеа. Ретина? Айфоновская? Это, нет, я имею в виду то, что имеет отношение к глазам. А Ретина что значит? Просто я привык Ретину знать. Да, это один из составных экранов. Apple, да. Apple использует свои компьютеры. Ну, может быть, они по аналогии с глазом такое название дали. Если честно, я не знаю и не особо разбираюсь вот именно в эпловских продуктах и то, как они называют свои вот эти компоненты. Вот, честно, далек от Apple. А так, Редатель. А так, например, допустим, окулисты, да, они используют термин, например, Корнеа, да, это арабское слово Аль-Курниа, которое ввел он, то есть Ибнуль Аль-Хайсам. До сих пор оно используется типа как латиница. Ну, люди думают, что это латинское, что это латинский термин. Ретина, Ар-Ратина, он ввел. Точка, то есть область в глазе, в котором формируется наилучшее изображение, называется Фавеа. Фавеа на латинском, на арабском это опять-таки его термин, который называется Аль-Фава, то есть он вот эту терминологу ввел, и мы до сих пор ею пользуемся, то есть человечество. Я уже не говорю о том, что оптика и физика это наука, которая не подвластна времени, и то есть если он нашел какой-то принцип, по которому она работает, то мы, соответственно, до сих пор этим пользуемся. А я вижу связь, почему Apple назвали технологию Retina. Основатель этой фирмы кто был? Сириец. Вообще в Дамаске если как бы человек, который мне эту историю рассказал, если он не ошибся, или если я не перепутал его слова, он сказал, что есть музей в Дамаске, который включает в себя огромное количество разных трудов, именно письменных, памятников инженерной архитектуры, если так можно выразиться, то есть разнообразные приборы того времени. там в Дамаске, видимо, музей какой-то есть. И он, когда я ему рассказал про Ибн-Уль-Хайсам и так далее, он рассказал о огромном количестве разнообразных приборов, которые якобы остались от него, и они в этом музее лежат. Столько говорим о этом человеке Хайсам, да, Хасан Ибн-Хайсам. Нам что дает это вообще? Как что? Мотивация, бешеная мотивация. Вот именно. То есть мы этим самым мотивируем, мы даем знать нашим зрителям папе и маме, у которых есть дети, и самим им тоже, то есть для них тоже это полезно. То есть сегодня 25 лет у человека может быть дети, да, но это же ему тоже может быть польза, он тоже может и в этом возрасте какие-то открытия делать, то есть двигаться в каком-то направлении научном, да. Ну, ты, например, во сколько начал? Тебе сколько лет было, когда ты занялся этим эндоскопом? Когда эндоскопом занялся мне, конечно же, ну, я еще молодой был, наверное, 20-21 год был. Но, к примеру, вот когда я поехал учиться на магистра, мне было, наверное, 34 года, ну, или 33, 33, 33, А в это время уже некоторые вращаются со всеми университетами. сейчас собираюсь дальше продолжать учиться. У тебя кайф пошел даже вот этот? Мне нравится. Я знаю, что говорю, к нам приходят дети иногда сюда, ну, не дети, 16-20 лет пацаны приходят на... Юноши, да? Да, юноши учиться к нам сюда приходят на канал. И я им, когда какую-то вещь рассказываю, и они не знают каких-то простых вещей. Вот там один сидит за камерой, я ему говорю, ты знаешь, что такое Пентагон? Он такой, не знаю, говорит, ну, понятно, ему простительно, он турок. Я говорю, Пентагон, это фигура геометрическая, которая имеет пять сторон, в честь нее назвали главный там оборонный этот, по-моему, американский оборонный орган, скажем. Орган. Потому что он в виде... А еще такая призма оптическая называется Пентагон. Да, это геометрическая фигура, даже у которой пять сторон имеет. Если я ошибаюсь, Пента это означает пять. Пента, да. Теперь я, когда ему рассказываю об этих вещах, я так до себя думаю, сколько всего ты еще не знаешь. Да тебя же мир, это, не знаю, это открываешь и открываешь. Пока у детей есть стремление к познанию, не убивайте. Да? Да. Родители очень часто не хотя это делают, они не понимают, что они... Пробовать, нужно пробовать, постоянно пробовать. Убивают в детях исследователей, открывателей. Такой вопрос хочу затронуть, который интересен и мне самому в первую очередь. Вот мы говорим о том, что мы должны сподвигать своих детей на то, чтобы они занимались изучением этих вот наук, чтобы они нашли себя в этой жизни, в этом обществе и стали полезными для себя и для людей. как их мотивировать на это? То есть, что надо делать, как нужно себя вести родителям, нам, всем, отношениям своих детей таким образом, чтобы и вызвать у них интерес к этому всему, но при этом и не отбить его. когда мы становимся настойчивыми, начинаем на них давить, даже если это им интересно, они теряют интерес, потому что у них теряется внутренняя мотивация, они начинают путать, занимаюсь ли я этим, потому что это интересно мне или потому что меня вынуждает этому мой родитель. Конечно, это зависит от взрослых в первую очередь, от учителей, учителя, которые являются педагогами, которые являются наставниками, а не являются просто учителями. Это, конечно, это в основе. Родители в этом отношении немножко проигрывают, потому что большую часть вот этого образовательного процесса ребенок проходит с учителем. Если учитель немножко в этом отношении слабый, то это многие родители пытаются найти хорошую школу, там, а вот там хорошие учителя, давай туда переведем его там что-то как-то. Мотивировать как вот мне, я уверен, Кариму тоже сложно сейчас сказать, потому что мы сравнительно не так давно отцы с небогатым опытом жизненным, своим, личным. Поэтому, но некоторые свои секреты у меня есть. Мы сами ищем. Да, мы постоянно сами ищем. Я говорю, когда к нам приехал брат из Австрии и рассказывал, какая у них школа, какая у них система образования, мы здесь сидели с Каримом, слушали с открытыми ртами. Ты тоже с ним знаком, Абдурахман. Он рассказывает, что ученик идет и за ним следят два. Это классный его и психолог. Но психолог выполняет роль, помимо того, что он там следит за каким-то эмоциональным состоянием ребенка, он смотрит за его... Вычисляет, где он больше... К чему у него есть стремление, что у него может лучше получиться, и в итоге он дает вместе с аттестатом рекомендацию свою. Я считаю, что вашему ребенку лучше стать экономистом, либо физиком, инженером, кем-то, кем-то. То есть они следят... Представь себе, у нас там сдал, не сдал, двойка там, звонок для учителя, какие-то такие непонятные учителя они становятся, перестали быть друзьями. По идее, это же родители должны это делать. Ну как родители сделают? Мы с тобой сейчас на работе. Смотри, ну хорошо, я на работе, жена делает уроки. Она же смотрит, она же знает, она же с ним математику делает, она с ним английский язык и так далее. Все науки, она сидит с ним делает. Где нужно поругать, мама пожалеет. Все равно мать больше жалеет. Я, допустим, у меня по воскресеньям с ними обязательно бывает диктант с детьми, и когда дело до оценок доходит, они вот такие коты, как с этого с Ашрека, кот вот такими глазами стоит, смотрит, пап, не ставь. Я говорю, я не могу тебе поставить там тройку или четверку, если ты написал на двойку. Типа, почему там, я же там старался. Я говорю, да, я тебе поставлю сейчас двойку. Тебя это смотивирует? Он говорит, нет, я говорю, хорошо, а им я поставил тройку, а тебе не поставил тройку. Ты глупей? Не глупей там. Я говорю, вот постарайся, постарайся на следующий раз сдать на пятерку. Да, конечно, в виде там каких-то подарков я их мотивирую. Покупаешь ММДМС, там, какие-нибудь шоколадки покупаешь, и тема очень хорошая есть, это, кстати, совет родителям. Берешь книгу, ставишь, к примеру, на двадцатой странице шоколадку и говоришь, вот здесь тебя ждет твоя шоколадка. Читай. Ну, я сейчас большую книгу взял, как бы вот здесь, там, брошюрку взял, и ставишь там вот какие-то три страницы прочитал, тебя жвачка ждет, там, четыре страницы прочитал, тебя конфетка ждет. Ты, как думаешь, буду читать? Ну, наверное, да. Скорее всего, да. Понятно, в детстве мы детей должны мотивировать через что-то, не нужно бояться. Многие, я вот сам боялся, думал, вот если я буду сейчас их деньгами, конфетами, шоколадками мотивировать, что они вот привыкнут только за что-то. Да. С возрастом у тебя понимание приходит, за что ты учишься, за что ты узнаешь. Если у меня стремление к каким-то вещам есть, вот, вот, Карим, ну, кто его заставляет, микрофон и все, когда мы вот решили подкаст сделать, что, как, какое оборудование, Карим, я, говорит, знаю, какое оборудование. Я такой, ты откуда знаешь, Карим, в Сирии учился. Специалист, что ли? Он говорит, я постоянно за этим слежу. Звуковик специалист, я слежу. Папа конфеткой мотивирует сейчас, что ли? Чтобы он сидел в интернете, ковырялся. Изнавайся, Карим. До сих пор конфетки вот же они, все конфеты. То есть, нет ничего страшного в том, что вы будете детей мотивировать в детстве вот так, через какие-то... Еще хороший, Сулейман, мотиватор сильный, когда мы детям рассказываем о рае и постоянно начинаем их этим заманивать. То есть, вас ждет награда, сильнейшая награда, лучшая награда, которая может быть. Вот это, я тоже не от тебя говорю, как бы это ученые говорят, одна из мотиваций, одна из этих, то, что мы можем детей мотивировать реально. И сегодня мы можем увидеть, например, там я своей дочке говорю, это сделать тебе будет, а что будет, рай будет. А, это рай, это там, где вот это, вот это, вот это, да. И все, и начинает делать, понимаешь? Это уже не конфеты, это конфеты, это одно, когда ты конфеты говоришь, да, это тоже мотиватор. Это сильный мотиватор. Да, это тоже сильный мотиватор, потому что это здесь и сейчас, понимаешь? Рай, понятно, там еще когда-то будет попадешь, нет, тоже вопрос, да, что мы все попали. Аминь. Вот, это один из мотиваторов. Своего ребенка, знаешь, как научил ходить, старшую дочку? Вот конфеты. Я помню, я помню, когда моя дочка первый раз почувствовала вкус сладости конфет. Друг пришел, а моя мама его называла всегда старичок. Он такой худенький, невысокий, и постоянно всех нас ругал. А то, что, ну, где-то упущение в религии делаешь, там, там, что-то такой, боже, как старичок ворчун такой постоянно. И отсюда из рукава, как постоянно, то яблоко вытаскивал, то там какие-нибудь сырки эти, шоколадные. И я теперь отвлекся, а он подошел, и моей дочке конфету дает. Я этот момент проглядел, что-то она конфету посылала. Я говорю, Камал, ты что делаешь? Он говорит, что стало? Я говорю, она не знает, что такое конфеты. То есть ребенок, который почувствовал конфеты, это все. Да, охотилась за конфетами. Зато научили ходить. Он открыл ящик Пандоры. И зато самое главное помнить будет всю жизнь. Да. Я до сих пор помню женщину, которая жила на третьем этаже, мы на втором этаже, который постоянно меня колбасой кормил. Подкормливал. Да, я еще маленький был, третий, четвертый класс, и домой, когда проходил, находил иногда закрытую дверь. И она говорит, пойдем ко мне, короче. И постоянно у нее там на кресле еще засыпал так сразу. И вот помнишь постоянно, вот человек, который тебе постоянно в детстве делает добро, хорошее, там сладости и так далее, ты постоянно их помнишь. Это тоже хорошая вещь. Еще один есть такой совет, как мотивировать детей, читать. Как бы мы считаем, что чтение один из таких сильнейших, для того, чтобы человек стал образованным. Это когда ты рассказываешь какую-то историю, какой-то случай из книги, но не читая книгу. И вот на самом интересном месте, где детей уже просто не остановишь, ты говоришь, а что дальше было, папа? А это вот в той книге, неси, неси эту книгу сюда. Они приносят эту книгу, ты оттуда читаешь, говоришь, а вот там что-то, они книгу запоминают, они понимают, откуда ты взял эту информацию. В следующий раз ты останавливаешь на этом месте, на интересном месте, говоришь, принеси книгу, приносит, а ну-ка, прочитай вот этот момент. Если ребенок уже умеет читать, он сам начинает. И когда тебе ребенок говорит какую-то вещь, которую ты не знаешь, папа, ты знаешь вот эту вещь, ты говоришь, а я не знал, представь себе, он такой гордый бывает ребенок. Вот бывает же я вот. Когда он знает информацию, которую ты не знаешь. В следующий раз он где-то захочет, если у тебя постоянные эти беседы происходят со своими детьми, за столом кушаешь ты. У меня дети знают солнечную систему, вот по вот таким. За столом сидели, так, кто знает, какая первая планета от Солнца? Почему она названа так? Какая она, маленькая, большая, скорость какая? И тебя еще очень хорошо мои дети знают. Из-за того, что мы постоянно за столом сидели и какие-то вот такие темы поднимали. Я считаю, что это хороший мотиватор. У нас некоторые мусульмане до сих пор говорят, что земля плоская там. А что не так с плоской землей? А что, ты тоже говоришь так? Ну, она, конечно, круглая, если на нее посмотреть сверху. А если с бутиной, боку, она такая, как диск, в общем. И у нее, окружена она вокруг такой ледяной стеной. А что? Нет, нет, я твой сарказм чувствую. Здесь ты должен делать такую вставку, которая, вот это поворот. Да, я не отношу тебя к деструктивной секты плоскоземельщиков. Секта, да? Знаешь, что в этом удивляет больше всего? То, что земля круглая, если в истории уйти немножко. Первым предположил, так основательно предположил Пифагор. Потом через, это был шестой век до нашей эры. Потом четвертом веке Аристотель. Уже более там с доказательствами подошел к этому. Потом сподвижники считали, потом табиины считали, ученые считали. Да? В десятом веке Беруни... То, что круглое? Круглое, круглое, да. Сто процентно круглое. Там это и джма было, да? Я читал... Есть даже метод Аль-Беруни, он так и называется. Так и называется метод Беруни, который... Поэтому метод определяется круглый или нет, да? Нет, он поэтому земля, радиус определил. Окружность. Окружность земли определил по своему... Это метод до сих пор так и называется метод Беруни. Ибн Таймия. Кто был? Он был этим... Я мусульманин. Мусульманин, как я мусульманин. Хафизом был. Беруни. Беруни, Аль-Беруни. И этот... Я понимаю, что вот эта глупость появилась в темную эпоху как бы в Европе. Пережитки каких-то мифологических представлений. Три кита, там, три слона на одном ките. Это как бы туда можно увести. Вот эту тему чуть-чуть затрону я вообще. Давай. На самом деле все проблемы с круглой и плоской землей вот насколько я помню в Средневековье они упирались в то, что круглая земля, которая вращается вокруг Солнца с энным количеством планет полностью противоречила астрологическим убеждениям около церковной среды во времена в Средневековье. То есть, если мы утверждаем, что Земля круглая вращается в свои оси и при этом вращается вокруг Солнца, то есть гелиоцентрическая, и имеет Солнце помимо Земли энное количество планет. Не будем сейчас спорить о том, что является ли последняя планета планеты или нет? Плутон. Вот она, скорее всего, плоская. Там такой диск болтается. Но при этом церковь, скажем так, давала астрологам того времени разрешение на то, чтобы, скажем так, гадать, предполагать людям по звездам, по планетам. Но все это было основано на плоской Земле. И на энном количестве планет. Но если мы говорим, что Земля не плоская, это раз, она вращается вокруг своей оси, она вращается вокруг Солнца, вокруг которого вращается еще столько-то планет, то вся эта система рушилась, и все церковные убеждения, которые защищали астрологов, тоже рушились. Соответственно, нарушалась очень сильная экономическая составляющая. Поэтому Коперник, Галилео Галилей и многие другие ученые, которые при этом, кстати, были очень даже религиозными людьми. Они подвергались серьезнейшим гонениям, их казнили, их мучили, их затачивали в тюрьмы под домашние аресты и так далее. И заставляли в своих трудах отрекаться от этих убеждений, ну или же их сжигали на кострах. Да-да. Как этот говорится, Джордана Бруно сгорел за науку, а Галилео Галиле остался жив за науку. И того, и того хотели казнить. Джордана Бруно остался на своих утверждениях, его сожгли, а Галилео Галилео отказался перед инквизицией, чтобы продолжать... Но написал опровержение своему отказу, которое было вскрыто после того, как он умер. Да, то есть, как бы вот говорят, что оба ученых, один сгорел ради науки, другой остался жив ради науки. Но, знаешь, как вот у меня с одним братом разговор пошел, я считал, что это такие, понимаешь, стандартные типа теории заговоров, там, 300 избранных. Я думал, это из разряда этого, чушь, которая даже не заслуживает какого-то внимания. Даже не обсуждается. Да, но увидел один ролик, в котором братья с Дагестана с одним известным прошлым бойцом сидят, он вот в этом, в Инстаграме эфир делает, и он говорит, вот мы сейчас сидим, общаемся с этим парнем, и он говорит, что земля плоская, и что-то, говорит, мы троить начинаем. То есть, он нас, говорит, убеждает какими-то доводами. Я думал, что нас это не коснется, вот эти глупости, думал, никогда не коснутся. Теперь очень много и детям в школе начинают учителя говорят, что земля плоская, неофициально, типа вот. Это серьезно? Это серьезно. Утверждают на полном серьезе и ссылаются на аяты. Когда ты говоришь в школах, в каких школах? Это в России в школах? Нет, ну, пока я знаю, здесь в школах каких-то частных, наверное. в частных школах. Я детям, я вообще не хочу принижать статус учителя. Статус учителя для нас всегда был какой-то такой полусвятой, если не святой. Это чтобы увидеть учительницу с ее мужем, ух ты, у нее муж есть, что ли? Как будто это какой-то, скажи, вот этот статус был раньше. Как будто у нее должен быть обед безбрачия. Да, что-то такое должно быть. Вообще учитель не должен был касаться какого-то мирского. То есть это вот Святой человек. Да, вот такое. Поэтому я не хотел бы детям давать своим вот это понимание, чтобы в их глазах учитель, статус учителя принижался. Но при этом я не могу молчать, когда ребенок приходит и говорит, вот там вот Аллаху Рани сказал, приводит аят абсолютно, который этот учитель не понимает. Аят, который абсолютно не говорит о том, как он его толкует. И он говорит, что вот, типа, раньше сказано, что земля плоская. И более того, то есть я как-то сталкивался с таким подходом, что, ну, мусульмане из числа тех, которые считают, что земля плоская, основываются на аятах. Но если взять эти аяты во внимание, то они просто вырваны из контекста. То есть, ну, во-первых, там неправильное терминологическое понимание. Во-вторых, они просто выходят против иджма, да, как ты говорил. Да, есть иджма на этот счет. В-третьих, если принимать эти аяты как за правду, но в плане того, что, мол, якобы земля плоская, если в таком неправильном, искаженном понимании принять их как правду, то эти аяты начнут противоречить другим аятам, из понимания которых мы начинаем понимать, что земля все-таки не круглая, не плоская. Они же приводят слова якобы Ибн Бас сказал, да, Шейх Ибн Бас, что якобы земля плоская. Никогда нигде не говорил. Ну, хорошо, допустим, ни Ибн Бас, ни Ибн Усами никто не говорил. Допустим, я вот, секунду, то, что касается ученых, да, во-первых, в этом вопросе некоторые ученые приводят Иджима. А мы знаем, что Иджима, если приводят, то это очень серьезно. Ты не можешь привести какой-то аят или хадис и сказать, нет, там Иджима нету и противоречить этому. Это очень тяжелая вещь, понимаешь? Когда Ибн Таймия приводит Иджима, то есть говорит, что до Ибн Таймия там были такие большие ученые, Мазаба Имама Ахмада и так далее, тот же Ибн Хазам, который в 4-5 веке жил, там такие ученые большие, Ибн Хазам, это Загириты, то есть 5-й Мазаб считается, да, они приводят Иджима и говорят, что там Иджима с воздуха не берется, понимаешь? Это такая вещь, на которой должны быть доводы, ясные доводы, ясные, как луна, и я не знаю, просто оттуда Иджима берется, вот тогда ты об Иджима говоришь. Мы не говорим Иджима с подвижников, мы говорим Иджима поздних ученых, 4-5-6 веков, да, поэтому здесь есть Иджима, во-первых, и на это есть очень много доводов, во-вторых, те доводы, которые они приводят, да, то есть, основные доводы именно вот эти, распростерты, землю сделала для вас распростертой, и другие аяты есть, где Всевышний говорит, как на русском сказать, кава, кава это обворачивать, я обвернул для вас ночь, ночь, ночью, день, и денью, ночь, то есть, обвернул, обворачивает что? Только круглая, круглая, да, и там ученые говорят, что это земля, земля, она круглая, то есть, если обворачивают, значит, это круглая, и у арабов тоже это принято, когда ты, арабы говорят, обвернул, они имеют ввиду, то есть, круглая, плоскую ты не можешь обвернуть, понимаешь, там есть очень много доводов, Поэтому здесь самое главное — тэджма, то, что у нас у мусульман есть. Поэтому человек, когда приходит и говорит с точки зрения ислама... — Он должен хотя бы почитать, узнать, что ученые говорят. — Он должен хотя бы почитать реально, почитать не просто аяты поверхностно. Я просто знаю, кто говорит об этих... Я тоже сталкиваюсь с людьми, которые говорят, что земля плоская. — Я вживую никогда не сталкивался. — Я сталкивался... — Тебе по узлу мне везет. — Да. Но я когда сталкивался с людьми, они были очень крайне в исламе. Практически максимализм в таквиризме, который есть, существует. Вот эти люди говорили. — Каким образом это имеет отношение? — А почему они это говорили? Потому что, во-первых, они аяты и хадисы принимают поверхностно. Потому что для них ученых практически нет. — Авторитетов нет. — Да. А когда ты поверхностно аяты принимаешь, ты понимаешь, что земля плоская. — А я распростер для нас. — Распростер, да. Понимаешь? — Оттуда и берется это. И плюс там еще какие-то шумоголуи в Америке или там где-то, которые какие-то форумы делают и говорят, что... — Ибн Хазм, да, говорил, когда... — Семенный заговор есть. — Типа распростертая земля. Что это не является доводом для плоской земли, а как раз довод для круглой земли. Земля, говорит, настолько большая, что вот зримый для тебя участок кажется ровным. Зримый для тебя участок кажется ровным. Но это говорит о том, что, ну, как бы она круглая и только одна часть, которая тебе видна. Это, говорит, подобно тому, что Зулькарнайн, Аллаф раньше описывает, что он подошел к тому месту, где солнце заходило в горячий мутный источник. Для смотрящего, я вот если у берега буду стоять и солнце будет заходить, она мне будет казаться, как будто бы она и вправду заходит. — Как будто в море уходит куда-то. — Хорошо, вот как раз вам физический довод на то, что земля не плоская. То есть плоскоземельщики считают, что солнце и луна крутятся вот так, земля плоская, а солнце и луна крутятся вот так. — Почему я вижу, что она заходит вот так? — Почему я не вижу, что она вот? — И значит, если я, если солнце постоянно над нами как светильник, она уходит туда, я могу супер мощным телескопом увидеть в любое время солнце. Я же в любое время могу видеть, если я здесь нахожусь, и солнце от меня отошло вот на эту сторону, но она здесь, она не за меня ушла. — Да, не за горизонтом. — Не за горизонтом. Я ее могу увидеть, если у меня есть хороший телескоп, это если плоская земля. Поэтому Ибн Хазм говорит, это не довод на плоскую землю, это неправильное понимание. — Как бы это странно ни звучало, вообще приводить сегодня доводы к тому, что земля все-таки не плоская, давайте попытаемся несколько доводов привести все-таки, чтобы быть неголословными. Мы не будем приводить какие-то серьезные научные доводы, а постараемся привести те, которые более логически понятны для человеческого представления. Вот затронули момент солнца, как она погружается в горячий мутный источник, например. — Если представить не солнце, а корабли, то мы начинаем видеть, как его корпус начинает утопать за горизонтом, а потом остаются мачты, а потом и мачты уходят за горизонт. Но это показатель того, что просто окружность влияет на то, как мы начинаем видеть этот корабль. То есть она уходит, корабль уходит за горизонт. Это говорит о том, что земля круглая. Что еще можно привести? Мы видим Луну и то, как тень Земли отражается на Луне. — Виде полумесяца. Это что показывает? — Просто тень круглая. И чем больше тень наезжает на Луну, вот так вот из-за того, что от Земли тень круглая, и на Луне появляется изображение полумесяца, грубо говоря. — То есть Луна здесь... — Если представьте, что Земля была бы вот такая плоская, вот Земля плоская, а вот Луна, и на ней как бы виден был бы вот такой просто диск, да? — Да, полоса была бы видна. — Был один плоскоземельщик, один из современников, известный такой, как же его звали? Майк Хьюз его звали. И он в 2015 и 2019 годах... — Пропал парень. — Правильно. — Всемирный заговор. — Попытался доказать, что Земля плоская. — И он для этого создал ракету, на которой взлетел в 2015 году на высоту то ли 500, то ли 700 метров. Но он обратно приземлился с некоторыми, скажем так, повреждениями. И сказал, что это была, видимо, недостаточная высота, чтобы доказать, что Земля все-таки плоская. И в 2019 году он предпринял вторую попытку — это сделать. Но во время полета что-то произошло, его кабина вместе с ним отделилась от ракеты, а парашют отделился от кабины. И он при приземлении посмертно получил премию Дарвина. — Да-да. Антипремия называется, да? — Да. В общем, мы не знаем, убедился ли он в том, что Земля круглая, или остался плоскоземельщиком. — У него просто, знаешь, в одно время мозг отделился от его тела. — Ну, я уверен, это произошло на Земле. — Да, имею в виду, мозг отделился, потом он решил создать ракету, которая отделилась. То есть это все, он оттуда пошло. — Он сам ракету создал, да, получается? — Ну, там, в общем, такая ракета простенькая на паровом двигателе. Там типа сжатый пар или что-то в этом духе. — Вообще эта тема... — Вообще, Карим, что говорят исламские ученые? Современные. На Ибн-База ссылаются. — На Ибн-База нету. Я смотрел ни Ибн-База, ни Ибн-Аусаймин, ни одного ученого современного. — А я нашел бы Ибн-База слова. — Где Ибн-База, говорит, от меня передают, что якобы я говорю плоская земля. Я, говорит, не просто так, не говорю, я отрицаю. Я, говорит, утверждаю, что земля круглая. — Аудиозапись есть, иншаллах. — Ну, как, понимаешь, когда Иджма есть, тем более, когда Ибн-Таймия приводит Иджма, говорит, что есть Иджма, который говорит до него, которые ученые были, имам Ахмад Мазаба и так далее, имамы большие, Ибн-Хазм, Ибн-Кассир, говорит, там много кто есть, кто говорит. — Ибн-База как может отрицать это? Я просто не понимаю. — У меня сегодня с одним студентом был. Я надеюсь, он в видео себя увидит. — То есть ты картинку эту, фотку покажи? — Мы где-то месяца два назад, я от него это услышал. — Что такое? — Месяца два назад я от него это услышал, и у меня такой маленький спор получился. Он так предполагал, говорит, почему, говорит, на Аляску не летают из России, летают через весь, через всю Европу, через там этот самый. Я-то ему объясняю логически. Я говорю, парень, смотри, Россия — страна огромная, у нас вот северные территории, которые там с Москвы, может быть, ближе даже будут полететь в эту сторону, нежели через север. Но нашел, что летают из Петропавла, с Камчатска, летают в канадский Анкорич. Не канадский, да, канадский Анкорич летают. Но летают по сезону. Вот сколько людей с Аляски, с Якутии, оттуда, сколько людей летает в Америку? Вот у меня вопрос. Постоянно рейсы бывают там полные. Не бывает же. Мы же понимаем там, что социальный уровень жителей России слабый. Мы максимум можем в Европу, которая в двух шагах. И поэтому это по принципу 10 человек прилетели во Францию, там еще 10 французов набралось, 20 человек полетели мы там в Нью-Йорк, еще собралось, и мы вот так летим на Аляску обычно. Но во время туристического сезона, на Аляске есть туристический сезон, летают, летают самолеты несколько месяцев оттуда. То есть у меня оттуда с ним разговор пошел. И сегодня, когда я ему скинул фатвы ученых, когда это скинул, ссылки скинул, он говорит, Сулейман, ты меня переубедил. Правильно, студент, тем более. Студент, брат, который учился. Да, и тем более он не с крайностями, как мы знаем. То есть он считал, что земля плоская. Ну, это, знаешь, как бы общее недоверие к немусульманам, которые зажимают мусульман. То есть вот опять все это вместе. Потом еще мировой заговор, что они нас хотят вакцинами задавить, они нас хотят экономически задавить, они не дают нам расти. Понимаешь, все-все-все вместе. Мы себе же оправдания ищем, что мы слабые, что мы не можем читать, что мы не можем созидать что-то. И вот во все это укладывается утверждение, что земля плоская, потому что нас здесь тоже обманывают. Вот мы никогда в космос не полетим, нас обманывают. Но при этом все эти люди пользуются такой услугой телефона, как Google Maps, например. Вот как раз таки там плоская земля. Которая работает по координатам долготы и широты, которые возможны при круглой земле. Знаешь, какие сомнения? Вот когда смотрят на логотип этого ООН, ООНовский, по-моему, или НАСА-овский логотип, он там в виде знаменитой картинки, которую рисуют плоскоземельщики. Что земля раскрытая, там Америка, они все соединены. Просто можешь даже посмотреть. ООН. А ООН? Смотри. Это что значит? Это значит, что земля плоская. Это то, что рисуют плоскоземельщики. Та земля, которую рисуют плоскоземельщики. Они, знаешь, чего они понимают? Что вот в центре Антарктида, и мы взяли на землю, смотрим вот отсюда. Смотри. Вот отсюда мы на землю смотрим. Через ось. Через ось смотрим. Мы через центр смотрим. Атарктида, получается. Как? Антарктида есть. И они взяли, смотри, я сейчас объясню, чтобы понимали. Вот земля. Они ее разделили вот так. В нашем мысли, когда нам показывают глобус, нам всегда показывают землю так даже. Они теперь взяли землю вот где это вверх, они нам просто ее повернули сюда и вниз раскрыли. И получается как будто бы плоская земля. Они говорят, вот видишь, они знают, но нас обманывают. Ну если бы они знали и пытались обмануть, я думаю, они вот такую глупость не сделали бы своей эмблемой плоскую землю. И после этого, не, 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 не плоская земля. Ну если подытоживать нашу передачу, да, что мы хотим сказать самим себе, будущему поколению, подрастающим родителям, чтобы нам нужно перестать быть потребителями, да, мусульманам, мы должны создавать, мы должны учеными быть, опять мы должны возродить науку. Те же самые Ибн Хайсам, там, Аль-Бируни, они же не сегодня, ислам пришел, и они все, давайте, и сегодня же стали великими учеными. Сто прошло, двести, триста, это сколько? Десять поколений прошло, пока мусульмане стали создавать, творить. Когда пророк познакомился с некоторыми технологиями, там, византийцев или перцев, он был поражен этому. И мусульмане стали стремиться к созданию подобных вещей. Ну представь у тебя там, как тяжело выращивать эти пальмы. По двадцать, по тридцать лет выращивают пальмы. И тебе нужно воду в пустыне, где-то там, вот один оазис и там на многие километры. Ну давай, ищем приспособления. Аль-Джазайри придумал кучу валов, да, там, которые до сих пор в Испании есть. Мельницы целые. Там река идет, в общем, там, в стороне, а у него куча вот этот один к другому. В итоге у него часы мечетские работают, у него календарь работает, у него мельница муку молит. У него столько всего от одной маленькой речушки. Сильнейшие эти механизмы изобретал человек. Но это же не сразу при сподвижниках он начал все это делать. Прошло десять почти. Интересная такая особенность, да, при всем технологическом развитии и экономическом превосходстве Америки. У них тупиц много. Да. Как это возможно? Вот я прям это думал, но не хотел говорить, но ты сказал. Образование у них вот такое, что это как раз таки я считаю минусом того, что в Америке узконаправленное бывает образование, школы сразу с каким-то уклоном. И люди очень часто не знают, что такое география, потому что он изучал там только химию. То есть узконаправленность, она имеет как плюсы, так и минусы. Да, конечно. Если ты в точку попадешь, твой ребенок станет профессионалом своего дела, специалистом. А если ты не попадешь? Поэтому я считаю, что вот такая общая программа, она за школу, за вот эти 11-12 классов в разных странах, разное количество классов, может выявить у ребенка талант какой-то, к чему у него есть способности. Я думаю, на этапе средней школы уже нужно выделять направленность. Даже? Да. То есть пускай будут там какие-то начальные классы, там первый, второй, третий, четвертый, когда он еще на таком общем образовании, но когда он уже начинает взрослеть, когда у него уже проявляются какие-то интересы, можно создавать некоторые направленности. Вот один из плюсов советского образования в том, что было огромное количество разнообразных кружков для детей, которые я, кстати, успел застать, да, было плотницкое ремесло, художественные кружки, кружки электроники, потом кружки вот этих вот авиастроителей. И где? В советское время я веду. Я тоже успел побывать в Дагестане. И на все эти кружки, да, в Дагестане был дом пионеров в городе Буйнакск, там был кружок электроники. А в Махачкале был дворец пионеров. Да, вот у нас был преподаватель, до сих пор помню его имя, Магомед Гимбатович его зовут, был очень талантливый взрослый человек, он учил электроники, он очень интересно ее преподавал. Вот был тоже человек, да, такой советской закалки. И он это Даг доносил до нас, что прям все увлекались. Мы прям так расстраивались, когда заканчивался урок. По электронике вот такая доска была, помнишь, да? Здесь что-то цепляешь, здесь там цепляешь, здесь нажимаешь, смотришь, лампочка горит или не горит. Такие конструкторы даже бывали. Он просто элементарно показывает взаимосвязь электрической цепи для ребенка на самом понятном месте. Здесь источник старый, как называлось, магнит, да, батарейка называлась, такая толстая была? Да, 12-вольтовая. Да, 12-вольтовая. Вот ты ее сюда ставишь, здесь переключатель и смотришь, для того, чтобы эта лампочка загорелась, у тебя есть такой-то транзистор, который пропускает столько-то, и он слишком сильный, и не пропустит твой ток, либо он маленький, он может перегореть там. Ну, хотя бы в каких-то основах учили, да? Я помню, мой брат всю детство с этим паяльником, и себе руки прожег, и мне руки прожег там, не туда капнет, канифолью там или этим. Припоем, и начинается этот скачки по дому. Зато... В итоге, в общем, Амир, брат, доза колухая, что ты нашел время к нам прийти. Я думаю, мы много пользы для зрителей, и для себя, и для зрителей в твоем личном примере увидели, что нужно приоритеты правильно родителям выстраивать, что образование — это в первую очередь. Я вот что говорю, вот недавно как раз один из спортсменов сказал, когда там у него спросили, что делать, у нас в Дагестане такие события сейчас пошли, там, кого-то расстреляли, там, парни, которые против наркотиков боролись, там, против, вообще страшная тема, у нас сейчас в Дагестане идет. И один из борцов с наркотиками его убили. Потом еще что-то, и там спрашивают у наших, да, там, известных людей, что ваше мнение какое. Он говорит, что мое мнение? От моего мнения что изменится? Пока мы не воспитаем наше будущее образованными, у нас эти проблемы будут. Мы будем как дикари. Мы должны дать образование хорошее. Человек должен понимать, какой мир. Что мир — это вот не узкая такая дорожка, да, там, где все двери закрыты. Нужно все узнать. Вот тогда мы будем понимать, что твои убеждения, хоть они и противоречат моим, но они имеют какую-то доказательную базу. И мы с тобой можем сесть и общаться. Не-не-не, я не согласен с тобой. Почему не согласен? Потому что вот так ты этот довод принимаешь не так. Это касается религии, это касается науки, это касается всего, да. Поэтому, чтобы мы были успешными, мусульмане, чтобы умма была успешной, мы должны мотивировать своих детей. Даже если предположить, что мы как бы опоздали, мы должны мотивировать своих детей на образование. Мы должны все сделать. Мы должны вложить все наши ресурсы, чтобы наши поколения будущие стали высокообразованными, стали лидерами во всем, в чем можно, кроме харама, я имею в виду из халяля, да. Я надеюсь, что нашим сегодняшним подкастом и с твоей помощью мы в какой-то мере исправили где-то, может быть, какие-то убеждения неправильные. Да, ты сам тоже, как явный пример для зрителей, с чего ты начинал и чего-то добился, то есть вроде бы ты в школу хафиза учился, но дошел до чего, до производства уже, да, сегодня. Вот сам как живой пример. И, естественно, мне хотелось бы обратиться с зрителями и им тоже сказать, чтобы они уделяли внимание не только шариатским наукам и наукам светским, как пониманием сегодняшним, да, нашим. Обучать именно этому не только шариату. Естественно, шариат — это первая очередь. Шариат — это ты обучаешь Коран, хадисы и так далее, понимание религии, акиды — это первая очередь. Поэтому ученые говорят, мирские знания, как они их называют сегодня, из-за нашего понимания в этом, если они приносят пользу, они почти все приносят пользу, приносят пользу нашей умме, то ты получаешь за это вознаграждение. Это айбада тоже твоя. Если ты приобретаешь знания ради того, чтобы принести пользу нашей умме, поэтому хочется, чтобы они уделяли этому время, чтобы они задумались об этом, то есть нашим зрителям и нам самим тоже это, естественно. Мы в первую очередь сами себе это говорим, а в вторую очередь уже эти обращения как бы на всем нашим мусульманам. Вот это то, что я хотел в конце сказать. И, естественно, обращаю зрителям, чтобы они участвовали в наших подкастах, то есть они писали комментарии обязательно, мы читаем все комментарии, нам интересно бывает их видение на определенные вещи, на определенные темы, которые мы обсуждаем. И ставили лайки, распространяем видео и так далее. И делали за нас дуа. Мы тоже за них делаем мешало. Барат Лафикум. Есть что пожелать? Нет, как бы брат все красиво сказал. Добавить нечего, отнять нечего. Очень благодарен за то, что пригласили на эту передачу. Было очень приятно с вами посидеть. Надеюсь, и я, и мы, и наши зрители все получили от этого какую-то пользу. Какие-то положительные эмоции. Спасибо. Спасибо большое. Са-саламу алейкум وрахмату. Са-саламу алейкум. Субтитры подогнал «Симон»